16 февраля в Махачкале состоялось заседание постоянно действующей комиссии Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по информационной работе и цифровизации. Открыло мероприятие заместитель председателя комиссии профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева. Я думаю, что наше мероприятие, которое сейчас началось, пройдет очень перспективно, рационально, с большим коэффициентом полезного действия. Спикерами конференции были председатель комиссии профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Республиканской организации Башкортостана Рауль Халфин, председатель профсоюзной организации Ростовского государственного медицинского университета Дмитрий Закусилов, председатель региональной общественной организации Москвы Сергей Ремизов и другие члены встречи разных субъектов России. Инициатор создания коллегиального органа, секретарь профсоюза работников здравоохранения Светлана Женкевич ответила на актуальные и волнующие вопросы от представителей региональных СМИ. Один из них – участие медработника в СВО. Профсоюз активно помогает в спецоперации, потому что невероятное количество волонтерских всяких практик, невероятное количество медработников, которые участвуют в различных добровольческих акциях, собирают и помощь военнослужащим. Но очень многие медицинские работники берут отпуска. И вот коллеги, я уверена, расскажут, потому что мы буквально недавно об этом писали. Берут отпуска на работе, уезжают в военные зоны, в зоны боевых действий и оказывают медицинскую помощь там. Помимо этого, на заседании члены комиссии обсудили программы по привлечению молодых специалистов, права сотрудников и заработную плату медработников. Спикеры подробно объяснили больную систему, которая зависит от качества работы. Участникам встречи напомнили, что накануне в Дагестанском государственном медицинском университете было принято решение о проведении профсоюзом юридического мастер-класса для студентов, который состоится уже летом текущего года. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, Сережудин Магомедов. Новости. Телеканал Среда.